Здравствуйте дорогие зрители телеканала Автоплюс. Рынок пикапов в России растет и развивается. Автомобили подобного типа продаются у нас в стране все лучше и лучше. Поэтому появление в этом сегменте новых моделей большое событие. Особенно когда речь заходит о таких известных словосочетаниях как Форд Рейнджер. Этот пикап долго ждали, более того его до сих пор многие ждут. Дело в том, что спрос реально превышает предложение. Новый Рейнджер глобальный продукт. Новинку будут собирать на трех заводах, расположенных в Таиланде, Аргентине и ЮАР. На наш рынок Рейнджеры поставляются из Южной Африки. А вообще этот пикап предлагается на 180 рынках. В числе которых нет США и Канады. Там любят другие пикапы побольше, покомфортней и, так скажем, с менее выдающимися внедорожными показателями. Эта машина абсолютно новая. Она крупнее и значительно более комфортная, чем предшественник. От предшественника осталось название самой модели и название комплектации. Их по-прежнему четыре. В нашем распоряжении Форд Рейнджер в комплектации «Лимитед». Дело в том, что эту машину уже продают. Просто тест первый в России проводится с небольшой задержкой. И уже фордовцы знают потребности потенциального покупателя. И вот эта машина, версии «Лимитед», самая популярная у россиян. Причем наибольшим спросом пользуется Рейнджер в комплектации «Лимитед» с двигателем дизельным, объемом 2,2 литра и шестиступенчатым автоматом. Ну, как раз, как у нас. Вообще, для Рейнджера предлагается три мотора. Два дизельных, такой, как у нас, 150-сильный и двигатель помощнее, 200-сильный. Ну, и кроме всего прочего, впервые для этой модели в России доступен бензиновый мотор. Таким образом, создатели нового Рейнджера хотят заманить покупателей с севера нашей страны. Там, где холодно, и дизельным двигателем пользоваться непрактично. Все чаще пикапы покупают не просто, чтобы возить грузы, но и возить свою семью. Этакая альтернатива внедорожнику получается. Поэтому пора на задний ряд. Во-первых, сюда удобно попадать. При росте 175 мне не приходится выписывать акробатические этюды. И вспоминая предыдущий Ford Ranger, он же Мазда БТ-50, Друзья, поражающийся, насколько же здесь просторней. Во-первых, благодаря тому, что пол относительно сидения расположен ниже, а значит больше пространства для ног. Если нормально сесть, то для ног, смотрите сколько, и для головы тоже предостаточно. Но все-таки тут лучше сидеть вдвоем. На это намекает и подлокотник с двумя подстаканниками. А также тут есть вот такие вот кармашки, как в легковом автомобиле, даже розеточка. В общем, все прелести нормального семейного автомобиля. Кроме того, салон трансформируется. Спинку заднего дивана можно сложить в пропорции одна к одному. И сюда можно положить какой-то груз. Но если вам нужно возить действительно большие грузы, это же все-таки пикап, есть кузов. Грузовой отсек почти квадратный. 1560 миллиметров в ширину и 1549 в длину. А всего новый Рейнджер может взять с собой одну тонну 137 килограммов груза. По цифрам грузоподъемность на высоте. Ну а на практике мы выйдем в просторный бокс, который может похвастать выдающейся эргономикой. Вот, например, здесь есть розетка вот с такой вот крышечкой, которая не будет промокать. А также выштамповки в кузове вот здесь под стаканчики, ну и здесь. То есть можно, как и в любом другом, по сути, пикапе, использовать крышку как столик. Пора за руль. Первонаперво стоит отметить, что тут по-настоящему легковая посадка. Да и вообще интерьер этого автомобиля выглядит по-легковому. Тут дизайнерские решения, которые мы видели на легковых машинах марки Ford. Материалы, из которых сделан интерьер нового Рейнджера, жесткие. Но стоит помнить, что эта машина все-таки коммерческая. Но зато этот пластик, вне зависимости от его типа и цвета, имеет неплохую фактуру и выглядит достаточно дорого. В простых версиях, конечно, Рейнджер пустой, фермерский автомобиль, но в версиях подороже, как у нас, водитель и пассажиры по достоинству оценят и двухзонный климат-контроль, и дисплей неплохого качества, и навороченную мультимедиа-систему, с которой можно синхронизировать мобильный телефон через Bluetooth. Тут даже есть USB и линейный вход. Вот так пикап. Сидеть в Рейнджере удобно. Ощущения схожи с теми, что испытываешь за рулем кроссовера. Регулировок сиденья полно, а вот руль регулируется только по высоте, поэтому может кому-то не хватить вылета. Так что пора пристегиваться и посмотреть, на что способен новый Форд Рейнджер в деле. В основе нового Рейнджера лежит рама. Это настоящий рамный внедорожник. Спереди двойные поперечные рычаги, а сзади рессорная подвеска. Таким образом, можно сказать, что это действительно машина, которая может похвастать теоретически выдающимися показателями на бездорожье. Но для начала попробуем эту машину на асфальте. Ведь многие из потенциальных покупателей нового Рейнджера будут ездить не только по плохим дорогам или вовсе там, где нет дорог, но и по городу. Ну, конечно, это абсолютно не городской автомобиль, и в рамках мегаполиса ему будет тесно и некомфортно. Тем не менее, раз эту машину позиционируют как многофункциональный автомобиль, тот, который может ездить и в городе, и за городом, и по бездорожью, пора оценить его ездовые свойства. Конечно, повадки, характерные для пикапа, никуда не делись. В первую очередь раскачка, во вторую очередь вибрации на рулевом колесе, но на самом деле это не мешает точно понимать, что происходит с автомобилем в каждую минуту движения. Дуги Рейнджер прописывает точно, очень четко, и на самом деле среди пикапов, пожалуй, это самый ездовой пикап из всех, которые предлагаются на нашем рынке. Что касается 150-сильного дизельного двигателя, как у нас, то его тяги хватает, тягивает он с самого низа, отменный дизельный двигатель, но есть одно «но» – он работает в паре с автоматической коробкой передач, и неадекватно автомобиль не реагирует на педаль газа. Вот я нажимаю в пол, ничего не происходит, а вот теперь только мы начинаем движение. То есть промежуток временной настолько велик, что к этому нужно привыкать. Но, с другой стороны, это не занимает большого количества времени. Кроме того, такие же проблемы можно испытывать на старте с места. Вы нажимаете педаль газа, машина начинает думать, потом она понимает, что вы хотите разгоняться, и через пару-тройку секунд разгон пошел. Давайте посмотрим основные технические характеристики автомобиля в таком исполнении, как у нас. Объем двигателя – 2198 кубических сантиметров. Максимальная мощность – 150 лошадиных сил при 3700 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент при 1500 – 375 ньютон на метр. Разгон до первой сотни занимает 12,4 секунды, а максимальная скорость – 175 км в час. Средний расход – 9,4 литра на 100 км пробега, но за время теста он составил порядка 12 литров. Еще более внушительный крутящий момент – у 200-сильного двигателя – 475 ньютон на метр. Но коробка, шестиступенчатый автомат, может переваривать до 800 ньютон на метр. Это сделано для того, чтобы был запас прочности трансмиссии в случае, если вы перевозите за собой прицеп. Кстати, о прицепах. Как мы знаем, многие используют пикапы для того, чтобы перевозить какие-то грузы большие не только в кузове, но и в прицепе. Так вот, Рейнджер может перевозить прицеп массой до 3350 кг. Это выдающийся показатель. Кстати, чтобы вы убедились в тяговых способностях этого автомобиля, нам, фордовцы, предоставили любопытное видео. Ну а теперь самое время испытать эту машину на плохих дорогах и на бездорожье. По умолчанию, Форд Рейнджер – это заднеприводный автомобиль, но можно и включить полный. Для этого нужно повернуть вот такой вот джойстик. И все. Мы едем на полном приводе. Причем, Рейнджер позволяет это сделать до скорости 120 км в час. Что похвали. На полном приводе, конечно, по таким вот дорогам ездить одно удовольствие. Кроме того, у Рейнджера есть и пониженный ряд, но, чтобы его включить, нужно остановиться, перевести автоматическую коробку в нейтраль и повернуть джойстик. Таким образом, на приборном щитке появляется индикатор 4L и индикатор о том, что выключена система стабилизации. На пониженной передаче система стабилизации не работает. В принципе, вот по дороге нам попадаются вот такие вот речушки маленькие. Большой воды мы пока не нашли. Брода, который может преодолеть этот автомобиль. Но вообще способности Рейнджера впечатляют. Высота преодолеваемого брода 800 мм. Это лучший показатель в классе. Геометрической проходимостью Рейнджер похвастать не может. Длинные свесы и колесная база. Кроме всего прочего, на нашей машине установлен фаркоп, который не улучшает ситуацию. Зато порадовала способность взбираться в горки и устойчивость на поперечном уклоне. В общем, Форд Рейнджер оказался самым комфортным и хорошо едущим по асфальту пикапом среднеразмерным, на котором когда-либо мне приходилось ездить. Но насколько он хорош в целом, мы узнаем совсем скоро, когда устроим ему очную ставку с главными конкурентами. Оставайтесь с нами, смотрите Автоплюс. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!